Подключаем к эфиру Марию Максакова, бывшую депутат Госдумы, оперная певица. Мария, здравствуйте. Добрый вечер, Мария. Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию. Скажите, пожалуйста, в какую версию вы верите? Путин один или их несколько? Какие у вас инсайды из политической тусовки, возможно, есть на эту тему? Глядя на сюжет, конечно, приходят в голову разнообразные мысли. И все в основном из гран-гиньоля. Вот я думаю, больше бы даже сказала про него, что он Кощей предсмертный, который, конечно же, чахнет над награбленным златом, и все никак не отправится в мир иной, хотя, конечно, черти заждались. И тут тоже могу привести еще пример произведения Данте Алигери «Ад», по мотивам которого была создана Пучини опера Джанни Скики. Это финальная часть триптиха. Там умирает дядюшка, и бедные родственники узнают, что все завещание в пользу монахов. Это их не устраивает. Они приглашают домой мошенника и проходимца Джанни Скики, который переодевается в дядюшку, вызывает нотариуса и, конечно же, сообщает этому нотариусу, что собирается завещать, вернее, завещает все свое имущество своему старому другу Джанни Скики. Поэтому таких сюжетов много. Иван Грозный притворялся мертвым периодически, чтобы посмотреть, как на это реагируют бояре. То есть, плачут ли, а может, тоже действительно, на какие перстни поглядывается аппетитом. Поэтому это все старо. И для меня, мне кажется, важнее не столько определять, существуют ли у него двойники или нет, сколько все-таки есть, пока еще оригинал или нет. Вот смотрите, насчет двойников. Когда он еще был слушателем первого только курса школы прапорщиков КГБ, то его уже, значит, снарядили топтуном. Это самая, так сказать, грязная работа и неуважаемая абсолютно. Это те, которые, значит, ходят по заданию и делают всякие пакости. Могут какую-нибудь там дверную ручку дерьмом измазать, клеем залить, значит, дверную скважину замочную или там избить кого-то. Тоже может быть такое задание. Иногда им дают задание, чтобы они прям дышали в спину жертве, чтобы та чувствовала слежку КГБ за собой. Иногда, напротив, они это делают на расстоянии. И, как правило, берут вот таких самых неприметных, которых можно плодить сколько угодно. И вот у него уж действительно никаких ограничений. В какой-нибудь Рязань приехал и набрал в эту линейку Путина подобных сразу за полчаса, штук 20, вообще сходу. Тем более, особенно какому-нибудь пропольцу в глухой деревне, где уже, знаете, династийно, они там пьют боярышник так, чтобы уже эта низкорослость сформировалась на уровне генетики. Поэтому есть, конечно, у него всякие там двойни Путина подобные, которых он использует для того, чтобы общаться с плебсом, с чернью. Ну, как же можно свое драгоценное здоровье подвергать рискам? Тем более, что всякая терапия, даже экспериментальная, какая-нибудь противоопухолевая, она же все-таки еще и супрессивно действует на иммунную систему. А его убедили в том, что у него иммунитет очень слаб. Он поэтому особенно пошатнулся, так сказать, и физически, и морально, и ментально, когда прознал про распространение вируса ковид. Только, мне кажется, в его случае это вирус орковид. Вот там действительно страшно распространился этот орковид, или как его лучше назвать, вирус расшизма орковид. Поэтому действительно есть чего бояться. Другое дело, что Путин, как мне кажется, он и есть этот нулевой пациент, то есть распространитель этого орковида, этого вируса расшизма. Поэтому, к большому сожалению, я считаю, что несмотря на то, что, да, присутствуют периодически на всяких второстепенных встречах и не только двойники, а даже очевидные голограммы, которые, так сказать, нарушая законы Вселенной и попирая законы физики, могут запросто, так сказать, рукой пройти сквозь чайник и даже не задеться там чашку или ложку. Но, ну, на встрече с какими-нибудь там мамашами, орко-самками или еще там какими-нибудь неважными субъектами для картинки телевизионной. Но, тем не менее, я исхожу из того, что всю эту домовую завесу столь желанного для демократического и цивилизованного мира события он специально распространяет, потому что, видно, он сейчас в очень затруднительном положении. Во-первых, ему страшно, хочется переизбраться. Но это даже, так сказать, полдела. Во-вторых, у него совершенно нечего предоставить своему электорату, потому что все понимают, что он в этот раз не просто промахнулся. Я не буду употреблять абсценную лексику. Я думаю, что это не нужно в нашем прямом эфире. Вот что именно сделал Лакела, наши зрители могут догадаться. И так думает все окружение о нем. Поэтому он сейчас спешно думает о том, как ему поднакопить хоть чего-то. То есть, как бы сделать так, чтобы, например, после столь вожделенных выборов, это выборами назвать тоже, конечно, нельзя. Но вот попрание Конституции с проштамповыванием нужных процентов в каких-то там бумажках. Вот после этого, конечно, он себя почему-то психологически, это у него какой-то странный такой заскок, я бы даже уже сказал, потому что узурпировать власть 23 года, и после этого еще там придумывать себе какие-то собственные бега с препятствием, то есть он сам себе выдумывает какие-то даты, времена, назначает сроки, и вот теперь попал в ловушку того, что ему очень хочется провести эту всю процедуру в марте. После этого, конечно, бы он яростно начал рекрутировать всех подряд, не каждого второго, а каждого первого. Безусловно, у него бы стали уже не просто так утилизанты через каждого второго, но я думаю, что и утилизантки бы появились, тоже в большом количестве которых можно было бы кидать на минные поля, тем более какой еще от них толк. Так что у него очень агрессивные планы, и, к сожалению, я думаю, что как бы нам не хотелось, то есть есть косвенные признаки, с одной стороны какая-то речь некролог, значит, кашляющего Патрушева, кстати, тоже, этот, видимо, арковит, он передается вместе с кашлем. То есть тот, когда читает крупно написанный текст по сказкам выступлений, там выделяют слова, которые нужно подчеркнуть или, так сказать, хотя бы объединить одним каким-то интонацией или смыслом, то Патрушева даже не утрудились этого сделать, поэтому он бессвязно ныл, что-то совершенно непонятное, говоря о Путине в прошедшем времени. Но эти два упыря уже слишком давно делают все заодно, поэтому водить за нос тоже могут вместе. Я что хочу сказать? Для того, чтобы вот этот вот Кощей предсмертный наконец-то попал в объятие чертей в преисподней, я думаю, что ему нужно помочь. Если, как правило, в наших эфирах я с этой целью обращалась к Соединенным Штатам Америки, предлагала писать твиттер Байдену и так далее для того, чтобы нам увеличили поставки вооружений, то я должна отметить, что гораздо агрессивнее на мои призывы реагируют правоохранительные органы внутри террористического консорциума, нежели, к сожалению, администрация Белого дома. Поэтому я думаю, что я сегодня сделаю совершенно новый призыв, и он, возможно, будет гораздо более, так сказать, действенным. Команда проекта Victory Drones запустила инженерный онлайн-курс народный ФИПВИ. Поэтому всем родителям и детям, школам хочу посоветоваться, присоединяйтесь к инициативе. Помогайте создавать дома раи дронов для сбройных сил Украины. Этим можно было бы превосходно заняться на зимние каникулы. И вот тогда, мне кажется, когда наконец-то этот благодатный огонь в полном составе, вот, знаете, подобно, как некогда сжигала княгиня Ольга, значит, вот этими летящими, так сказать, голубями или птицами, каких-то там, значит, мешающих и лезущих изо всех щелей, то вот, мне кажется, это будет тоже прекрасно, если в конце концов мы сосредоточимся на изготовлении этих чудо-птиц, и эти раи вот как-то направятся в направлении разных бункеров, где Кощей предсмертный, наверное, уже давно их ждет, потому что глядя на его бледную физиономию, на то, как ему страшно, вот как он, так сказать, понимаете, имитирует, имитирует свое присутствие, когда его, в принципе, уже все хотели похоронить, еще раз хочу сказать, уверена, что и там внутри страны многие были ковали, уж не говоря про то, что об этом мечтает весь цивилизованный мир, и наверняка праздник продлился бы и не одну неделю, но, тем не менее, я считаю, что эту торжественную новость надо бы еще раз добыть, поэтому демотивация, которая происходит после того, как обсуждается, а вдруг он уже умер и делать ничего не надо, то, вы знаете, давайте сходить из того, что независимо от того, сколько там еще осталось этой линейки Путина подобных, потому что, например, слушайте, за Пригожина даже в тюрьме сидел его какой-то там клон двойник, чем этот хуже, значит, у Гитлера досчитывали биографы до девяти, то, соответственно, у дронов просто будет много работы. Я думаю, что, в принципе, надо, я думаю, что все в курсе, что это легитимная цель для вооруженных сил Украины, и поэтому, ну, в принципе, 9 так 9, а 29 так 29, что это меняет. Давайте присоедимся к инициативе и сделаем достаточное количество благодатного огня. Отличная инициатива, Мария, полностью вас поддерживаем. О Патрушеве еще пару слов хотелось бы услышать. Вы упомянули его поминальную речь по Путину, действительно, да, он его очень хвалил, один старый, как вы говорите, Кощей предсмертный, один Кощей предсмертный хвалил другого Кощея предсмертного, но почему-то в прошедшем времени он говорил о Путине, и вообще вот в последнее время складывается впечатление, что Патрушев все активнее и активнее примеряет на себя эту президентскую роль. Вам так не показалось? С чем это связано? Это его самостоятельная игра, говорит это о каких-то кулуарных уже интригах и, возможно, о, там, поговаривают и даже о передаче власти в Российской Федерации, и как это может для него закончиться, не повторит ли он судьбу Пригожина? Я думаю, что Путин как раз-таки продержался так долго девизом «разделяй и властвуй», то есть именно то количество пока еще кажущихся живыми, в отличие от Пригожина, обеспечивает себе функционирование, пока есть Путин. Там целый ряд таких, которые тут же последуют вслед за Путином, как только, опять-таки, благодатный огонь настигнет его и всю линейку Путина подобных. Значит, что касается Патрушева. В медийное пространство он ворвался кометой в 99-м году, когда широкая общественность узнала, что, оказывается, все-таки ФСБ взрывало дома. Он тогда, правда, сказал, что в мешках был сахар, а, значит, в Рязани ФСБ проводило учения. То есть он даже не стал отрицать, что они этим всем занимались, а бдительные жильцы дома предотвратили очередной теракт, который был уже энный по счету, когда Путин с его нулевым рейтингом пытался избраться президентом и Патрушев в этом ему помогал вот такими террористическими атаками на собственных граждан. С тех пор, конечно, было некое затишье в медийном пространстве и этого упыря, в общем, так долго и длительно не наблюдали. Однако действительно произошла какая-то, ну, вот такая, как вам сказать, имитация или новая серия розыгрыша, который они там вместе выдумывают и хихикают, понимаете, эти два предсмертных Кащея, потому что вот именно что он выполняет всегда самые грязные путинские поручения, доделывает за ним то, что другие бы и не взялись делать. И, собственно говоря, он же, уходя из ФСБ, куда сам пришел тоже для того, чтобы сделать грязное дело, то есть для того, чтобы избавить Ельцина от преследований генерального прокурора Юрия Скуратова. То есть Путин там оказался директором ФСБ для того, чтобы дискредитировать Скуратова, сделать все то, на что Ковалев, тогдашний директор ФСБ, не был готов. То есть он не хотел настолько приступать к закону. А Путин это все сделал. Как только он завершил это, он вместе с Теченом перебрался дальше в правительство, а вместо себя, то есть для укрепления позиций поставил Патрушева. И Патрушев сидел бы директором ФСБ и дальше. Но поскольку была рокировка 2011 года, то надо было Патрушева приставить, присматривать за Медведевым. Тогда уже Патрушев поставил Бортникова вместо себя, который тоже должен был эту же самую линию гнуть. Но должна вам сказать, что Бортников в Минске все-таки проговорился. И когда возникла мысль по поводу того, не поставить ли Путина преемником, он там говорил, что с таким диагнозом социопата и психопата, садиста и маньяка ни в коем случае нельзя допускать. Но это была последняя откровенность Бортникова. С тех пор он следовал в русле этой канализации репрессивной машины ФСБшной путинской, кремлевской. И дальше он как эти матрешки. То есть они все время на сиженное место перескакивали, оставляли своему самому надежному и доверенному упырю. Поэтому на время царствования, или пока, вернее, Медведев грел Путину трон, пока работал грелкой этого трона, значит, вот на это время к нему был приставлен буквально в этот госсовет Патрушев, чтобы следить за ним натуральным образом. Потому что присматривать, наблюдать за какими-то изменениями этого лица, мало ли, какими-то новыми страстями, может быть, какими-то новыми увлечениями. Это все, естественно, ими анализировалось. Ну и в конце концов, они и раскрыли заговор, который все-таки там уже намечался, когда Медведев почти что поверил в свои силы. И более того, в его силы поверило целое его окружение. Многие из этих сейчас до сих пор в местах не столь отдаленных. Это миллиардеры Магомедова, сумма группы или министр, без портфеля Абызов. Однако Лусманову удалось, потому что вовремя быстро перебежал, значит, не пойти вот этим же путем. Но в любом случае Патрушев за ним, наблюдая, не допустил, несмотря на то, что элита во многом раскололась и даже была готова, большая ее часть и финансовая, в том числе, поддержать Медведева. Однако, опять-таки, произошла рокировка, очередная власть. Поэтому Патрушев, как был, так и есть, его ближайший наперстник, его соучастник всех его преступлений. И на самостоятельную игру вряд ли способен, после того, что вы рассказали. Видите, как хорошо помнить историю, не делаешь ошибок. Запойный, кроме того, запойный сам, запойный сын. Он бы даже, может быть, быстрее бы сына своего пропихивал, если бы они оба бы вместе пили. В таком-то возрасте. Спасибо, Мария, огромное за этот разговор. Оперная певица, общественный деятель Мария Максакова присоединялась к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!